МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в международной программе «Середина Земли» мы расскажем о прапорщике Чмоданове, который узнал себя на кадрах черно-белой хроники спустя 44 года. Бурятский спектакль «Фронтовичка» стал лучшим в Сибири. Об этом мы расскажем в программе «Середина Земли». Я приветствую зрителей международного информационного выпуска «Середина Земли» в Приангарии. С новостями из Забайкальского края вас познакомлю я, Яна Ершова и мои коллеги. Тот храм построен из бревен. В музее декабристов было презентовано второе издание книги об истории Михайло-Архангельской церкви. Благодаря кропотливой трехлетней работе автора первое издание удалось дополнить уникальными материалами. Подробности в сюжете Марины Пожедаевой. В этом году музей декабристов отмечает юбилей издания. 240 лет назад была построена Михайло-Архангельская церковь. Архивные документы рассказывают о том, что здесь располагались соляной склад, общежитие, пельменное. Вот уже 30 лет музей. В эти выходные свой 165-летний юбилей отметит и Чита. В 1851 году, это 165 лет назад, именно в здании Михайло-Архангельской церкви был зачитан указ о присвоении селению Чита статуса города. К двум данным юбилеям в музее открыта выставка, которая носит название «Лики старой Читы». Здесь представлен материал и о Чите, и в том числе одна витрина полностью посвящена истории Михайло-Архангельской церкви. К юбилею здания была переиздана книга «Тот храм, построенный из бревен Ларисы Храмовой». По словам автора, еще в процессе работы над первым изданием возникло множество вопросов. Ответ на часть из них представлен во втором издании книги. Для этого научный сотрудник музея много дней провела, работая с архивными документами, общаясь с краеведами. За информацией пришлось обращаться даже в Калифорнийский университет. Автору удалось развенчать немало мифов, связанных с судьбами священников и с историей самого здания церкви. Были вопросы, и они были найдены предыдущим еще исследователем. В 1730 год по какой-то причине церковь наша освещалась заново. Но причина могла быть одна – пожар. Церкви горели повсеместно. Я нашла еще один документ, который тоже совместился с предыдущим. И получилось, что действительно что-то в это время с нашей церковью происходило. Потому что Иннокентий Кульчицкий, это первый святитель на сибирской земле, за время своего правления построил 10 церквей по епархии, в том числе в Читинском остроге. Ну как он мог ее построить? Она уже была, значит, она горела, восстанавливалась и освещалась. Это издание дополнено уникальными фотографиями и рисунками. Добавлены 87 фамилий людей, захороненных у стен и в ограде церкви. Но, по словам Ларисы Храмовой, после выпуска второго издания книги вопросов осталось еще больше. Возможно, книга будет переиздана вновь. Марина Пожидаева, Анна Хвостова, Середина земли, Забайкальский край. Прапорщик. Так назывался небольшой сюжет, который в 1972 году периодически показывали в кинотеатрах Читы перед фильмами. Удивительно, но сам герой ролика Владимир Чемоданов себя на экране так и не увидел. Был в командировке на Кубе. И только спустя 44 года в эфире нашего телеканала он узнал себя в кадрах старой хроники проекта «Черно-белое Забайкалье». Как сложилась жизнь прапорщика Чемоданова, расскажет моя коллега Юлия Тимошенко. Спустя 44 года они снова принимают дома телевизионщиков. Событие для семьи Чемодановых ответственное. То, как это было больше 40 лет назад, до сих пор в памяти. Супруга Владимира Даниловича Лариса Григорьевна тогда так разволновалась, что неправильно застегнула на мужа портупею. Ремень портупея. Надо было через левое плечо. А она под правой еще и через погону. Неправильно сделала. Потом вот он меня все критиковает. До сих пор критикует. Не забыл, что я ему неправильно. Портупею поправила. То, что именно Владимир Данилович стал в 1972 году героем сюжета, не случайность. Именно он тогда первым в Забайкале получил звание прапорщика. Безусловно, повлияла и его безупречная служба. Ролик о себе Владимир Данилович увидел только спустя 44 года. Это стало приятной неожиданностью для всей семьи. Просматривая черно-белые кадры, он вспоминает военное прошлое. Это оружие, который стреляет автоматическое питание. Иркутский корреспондент и оператор два дня снимали сюжет о 30-летнем прапорщике. Объездили весь каштаг, побывали и в гостях. В 1972 году семья жила в служебной квартире в деревянном досе на Баргузинской. Сейчас на этом месте расположена первая городская больница. Жили, была солдатская табуретка одна, тумбочка солдатская и кровать маленькая, сетка железная. Вот с этого жить начали. Армейской службе Владимир Данилович отдал 33 года. Хотя поначалу ничего не предвещало того, что молодой электрик Тайшетского шпалопропиточного завода станет военнослужащим. Там он увлекся музыкой. Сыльный немец, организовавший небольшой оркестр при заводе, научил будущего прапорщика играть на контрабасе и трубе. Благодаря этому юный Володя Чемоданов в 1961-м попал в военный оркестр. После срочной службы остался в Забайкалье. Был хороший командир части, хороший старшина был, который меня с Иркутска забрал в оркестр. Ну и что, оставили меня, у нас я срочно там, тем более с оркестром связан, связист хороший, я неплохой был. Вот, и остался, уговорили. В 1973-м прапорщик Чемоданов уехал вместе с семьей в командировку на Кубу. 15 суток плыли из Ленинграда до Гаваны на корабле. Сегодня о двух годах жизни в жаркой стране напоминают морские раковины и звезды из Мексиканского залива. В 2014-м семья Чемодановых отметила золотую свадьбу. С этим их поздравили дочерины и сын Александр, внуки и маленький правнук. Провожая нас, они пошутили, что, кто знает, может быть, когда-нибудь съемочная группа приедет к ним и в третий раз. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин, Середина Земли, Забайкальский край. В программе «Середина Земли» мы рассказали вам о последних новостях из Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Здравствуйте, что интересного произошло у вас? Здравствуйте, коллега. Новостями о самых примечательных событиях региона поделюсь я, Анна Зуева и мои коллеги. В Улан-Удэ откроется выставка шоколада. Посетители смогут увидеть сладкие скульптуры, шоколадные картины, обрамленные в багеты, инсталляции и композиции общим весом более 700 килограммов. Также на выставке будет показан фильм об истории шоколада и к другим новостям. Элитные самоволки. Таких в Улан-Удэ оказалось немало. Среди них и коттедж экс-ректора Бурятского государственного университета Степана Калмыкова в 117 квартале столицы. Об этом стало известно в ходе рейда специалистов Росреестра. Репортаж Нумсарая Нумсараева. Наша съемочная группа находится в 117 квартале. Это федеральные земли и направие бессрочного пользования, переданное в управление Бурятскому государственному университету. Сейчас здесь построено 32 дома. И по словам сотрудников управления Росреестра, все они являются самовольными постройками. В 2006 году участки подстроительства выделялись сотрудникам университета специальной комиссии по социальным вопросам. Вот коттедж и самого бывшего ректора БГУ. Его дом, как и все остальные, также признан самовольным строением. Мы особо отметим, что земельный участок находится в постоянном бессрочном пользовании. И университет не имел права в 2006 году распоряжаться указанным земельным участком. То есть осуществлять выделение гражданам. Сотрудники БГУ и их семьи так и не стали собственниками. Росреестр раз в полгода выписывает штрафы до 5000 рублей на каждый участок. Далее районный суд штрафует собственников до 20 тысяч рублей. БГУ, как утверждало, построитесь. Затем будем оформлять. Типа земля пока университетская, а потом будем передавать каждому. А потом БГУ тянуло-тянуло. И вот дотянуло, и начались обирательства. Росреестр указывает, что собственник земли, а это Министерство образования Российской Федерации в лице БГУ, вправе потребовать возвращения земель и сноса всех строений. Но в Бурятском госуниверситете сообщили, что они против таких мер. Дело в том, что Степан Владимирович Калмыков несколько лет назад принял волевое решение и фактически заложил мину замедленного действия. На данной земле все равно наши сотрудники проживают и ныне, которые работают. Поэтому мы, естественно, здесь за коллектив. Университет ни в коем случае никогда не будет противиться тому, чтобы эта земля была узаконена индивидуальными жильцами, то есть передана физическим лицам. В итоге решение по микрорайону в 117-м квартале будет принято в Министерстве образования России. Сейчас руководством БГУ уже сделано обращение в Москву поддержать своих сотрудников в трудной жизненной ситуации. Отметим, такая же проблема существует и в БГСХ. В Намсарае Намсараев, Жаргал Сарендашеев, Середина Земли, Бурятия. Нашумевшая постановка «Фронтовичка» русского драмтеатра получила престижные награды в Новосибирске. Новосибирский транзит – это второй по масштабу после «Золотой маски» конкурсный фестиваль в нашей стране. Жюри присудило спектаклью «Золан Удэ» сразу три номинации. Мария Петровна, ну куда ты? Ну от меня! От меня хочешь, Мария Петровна! Ну от меня! Марии Петровне не были лица всего 24, и она лишилась всего – родного дома, семьи и ребенка. Но не сломалась, не опустила руки, а продолжила бороться. Заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская за роль сильной духом, но одинокой героиню достойна награды – лучшая женская роль. Там сцена гораздо ниже, и было ощущение, что зрители вот так тебя окружают. У меня было ощущение, что они энергетически настолько как-то в нас попадали, они так поддерживали нас. То есть реакция шла прямо с самого начала. Они реагировали, они хлопали, они смеялись. На конкурс в этом году было подано 100 заявок, но на афишу «Новосибирского транзита» попало 16 спектаклей. О булануденской фронтовичке, о лучшем спектакле большой формы, теперь говорят во всей театральной России. Ребята подходили какие-то с других театров, с других городов, подходили, говорили, ребята, здорово, спасибо, классный спектакль, все замечательно. Зритель встретил прекрасно. То есть, ну, сам спектакль прошел замечательно, было много аплодисментов. Кроме двух престижных наград, режиссер спектакля Сергей Левицкий получил премию Ассоциации театральных критиков за смелое и оригинальное жанровое решение фронтовички. Алевтина Дармаева, Евгений Павлов, Середина Земли, Бурятия. В Ханжоузском центре социального благосостояния роботы помогают пожилым людям. Их средний возраст превышает 80 лет, и большинство из них забывчивы. Роботы же запрограммированы помнить планы приема лекарств всех жильцов и своевременно напоминать с помощью сообщений. На связи с нами Пекин. Коллеги, мы приветствуем вас. О чем вы еще готовы нам рассказать? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В Китае создан государственный отряд быстрого реагирования на ядерные ЧП. Специалисты будут проводить аварийные и инженеры на работы в случае серьезных происшествий на атомных электростанциях. При необходимости их также задействуют в международных спасательных миссиях. Подробности у моих коллег. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Задача команды быстрого реагирования – прибыть на место происшествия в кратчайшие сроки, вывести людей и до минимума сократить последствия ЧП. В новый отряд вошли военные и профессиональные спасатели. В состав команды быстрого реагирования вошли 320 человек. В общей сложности это 6 бригад. У каждой есть своя приоритетная задача. В том числе мониторинг радиоактивного загрязнения, медицинская помощь, эвакуация людей из зоны бедствия, а также очистка территории. Специалисты будут нести службу на специальных базах, проводить учения и заниматься теоретической подготовкой. В Китае работают 30 реакторов, еще 24 на стадии строительства. Наряду с ними создаются десятки объектов с ядерным оборудованием, в том числе медицинские учреждения и исследовательские институты. По количеству действующих АЭС КНР занимает первое место в мире. Более того, к 2020 году власти страны планируют удвоить выработку электроэнергии на атомных станциях. В десятках провинций Китая уже работают комиссии по экстренному реагированию на ядерное ЧП. Новый отряд, созданный на государственном уровне, выйдет за рамки регионов. Он будет действовать как в национальном, так и международном масштабе. Ведь рост китайского экспорта атомных технологий предполагает повышенную ответственность. Экспорт атомных технологий совсем не значит, что мы продаем лишь реакторы и электростанции. Он также подразумевает максимальную гарантию безопасности. Именно поэтому нам стоит непрерывно улучшить механизмы экстренного реагирования на ЧП. Они должны соответствовать международному стандартам. За последние 60 лет, то есть с момента зарождения атомной промышленности в КНР, на АЭС страны не было ни одной серьезной аварии. Но если раньше китайские технологии были в роли догоняющих, то с их выходом на международную арену ответственность и требования к безопасности начали стремительно расти. На этом фоне создание механизмов контроля и быстрого реагирования на ядерные ЧП стало одной из приоритетных задач правительства. Китайские архитекторы взяли курс на возрождение заброшенных деревень с учетом традиции. Задача отнюдь не модернизировать или отстроить село заново. Новый тренд – сохранить аутентичность объектов. Концепцию уже воплотили в жизнь в провинции Хэнань. С подачи пекинской команды архитекторов в едкий склад в поселке Сихэ преобразовали в кафе, развлекательный центр и музей масла чайного дерева. Как превратить село в популярный тур-объект – в материале моих коллег. Сейчас это здание – произведение искусства, а три года назад здесь был заброшен из 50-х годов в склад. Пекинский архитектор Хэ Вэй вспоминает, как приехал в поселок Сихэ осматривать полуразрушенное строение. И сразу влюбился. Мы решили взяться за проект, лишь взглянув на сарай. Пространство внутри просто поразило. 12 метров в ширину, более 40 в длину. Деревянный каркас прекрасно сохранился. С первого взгляда амбар нас покорил. Реконструкция склада заняла не один месяц. Снести ветхие стены, заменить окна, объединить здание с коридором. Теперь здесь кафе, развлекательный центр и музей масла чайного дерева. С архитектурной точки зрения в сельской местности можно размахнуться гораздо больше, чем в городе, потому что здесь меньше ограничений. Курс китайских властей на урбанизацию существенно увеличил разрыв между городом и селом. Фермеры стали покидать свои земли. Как результат, тысячи традиционных деревень оказались на грани вымирания. Но в некоторые поселения кризис вдохнул новую жизнь. Пример посёлка Сихэ по сей день вдохновляет молодых архитекторов на творчество. А городских жителей – путешествовать внутри страны. Однако не стоит обольщаться. Успех проекта в провинции Хэнань – это прежде всего удачное стечение обстоятельств. Близость к городу, живописный ландшафт и взаимопонимание местных чиновников. Но далеко не у каждого села есть такой потенциал. Ещё три года назад, чтобы укрепиться на посту, местным чиновникам непременно нужно было двигаться в сторону урбанизации и модернизации. Сейчас ситуация изменилась. Если вы способны сохранить аутентичность деревни, это похвально. Профессор Лоуды Инь отвечает за генеральную планировку посёлка Сихэ. Свой опыт сохранения культурного наследия он применил во многих деревнях. Архитектор уверен, на перемены местных властей побуждают всё больше политические мотивы и желание зафиксировать своё положение. Между тем, ставка на традиции уже стала трендом. Гонка за модернизацией уступила место сохранению культурного наследия. Однако эксперты рекомендуют время не терять, ведь тенденцию исчезновения аутентичных поселений уже не остановить. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи.